дорогие друзья мы начинаем нашу передачу двр диван вопросов от родителей сегодня у нас гостях наш очень дорогой и друг и не просто друг эстер сергеевна зуева эстер здравствуйте всем здравствуйте здравствуйте я эстер и так как это программа двр то я хочу сказать что я ребенок верующих родителей вот и нас будет немного много много вопросов о том как расти и каково это было вот поэтому я при искушении ваших вопросов ну давай начнем сразу же с таких главных которые касаются родителей вообще каково это было расти в семье верующих этого сада стир очень классно потому что это и покровительство это ее мудрость кто-то добираешься но с другой стороны было тяжело в плане того что ты постоянно должен быть примером как ты вообще относилась к тому что ты должна была быть примером ну конечно не то раздражало потому что когда к ним подходили члены церкви и говорили стер ты дочь пастора ты же примером должна быть я как бы очень обычно негатива отвечала как немножко даже грубовато но потом я поняла что где-то мы даже со временем когда уже позрослела набралась мудрости я поняла что на самом деле это ответственность если мы хотим быть людьми влияние этого нужно ответственность потому что всегда ты пример поэтому это важно ну судя из твоего предложения очевидно что тебе в какой-то степени был интересен мир насколько это так да потому что когда я училась в школе и мне как-то не было интересно породить время с детьми из церкви как-то не казались они скучными вот и мне как-то больше интересовали люди там со школы с мира подушники ты были свободны и не менее осуждали и как-то просто бог какая-то легкость то что ты не должен быть примером ты просто обычный человек и никому ничего не должен доказывать ты не должен правильно говорить правильно мыслить там не дай бог что-то не так скажешь и в этом плане конечно да у меня было такое время что у меня как-то больше время проводилось мирский но тебе было стыдно от того что ты верующий там в школе где-нибудь где-то было нет не было бы просто напряг был напряг потому что я очень часто меня у школы из того что мы родители родители постоянно переезжали вот и когда мы учились в городе ноябрьске такой маленький городок и там получается было как как некая деревня в деревне все 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 знают и говорят и в этом городе получаем это 100 тысяч населения и там вот так одна церковь вот и конечно церковь была моего отца и когда я пришла в новую школу последнюю которая там училась то учительница настраивала всех детей против нас она говорила с ними не общайтесь потому что сектанты но мы все были такие очень дружелюбными и нас все дети любили и как бы я люблю школу потому что это приходил как на праздник даже несмотря на то что учителя настраивать против нас люди видели нашли наше отношение к ним то что мы жизнерадостные то что мы веселые кайфовые и поэтому него никаких проблем именно с учениками хорошо такой вопрос ноябрьск все-таки считается очень таким серьезным нефтяным городом значит там много возможно много криминал я не знаю были такие ситуации конфликты и стычки где тебе приходилось драться с кем ну как мне лично мне же девушка поэтому мне нет но моему брату из-за что там было очень много а приезжих вот очень часто ходил на стрелке я в том числе вместе с ним ходила потому что мне было важно чтобы я была вместе с братом когда он с кем-то дерется вот некая поддержка иногда когда бы какая-то незапланированная драка я тоже влезал эту драку бил там сумками вот но были такие как ваши родители смотрели на такое поведение но интересно что родители они как-то всегда относились как они сильно нас не ругали конечно они говорили что это неправильно но если как ситуация возникала когда допустим последняя там драка которая была это просто человек сам нарывался но вот если сейчас например будет такая ситуация что драка неизбежно ты считаешь что нужно бить или максимально избежать ну так и все зависит ситуации но не знаю я не понимаю что допустим идеально в идеале все решить словами но бывает так это просто неадекватный человек его просто нужно как-то не то чтобы побить на место поставить его усмирить да давай лайфхак от эстер как усмирить если ты верующий как усмирить человек который нарывает этому нужно как так взять человека и чтобы максимально постараться как-то его не заблокировать его движение чтобы он ничего не мог сделать вот не бить вопрос как то есть какой-то прием использовать чтобы просто лежал и что не смог сделать это самое идеальное так ну и билла и в том числе и заблокировал его движение не знаю насколько правильно этот совет сейчас но лучше слушать хорошо давай к сложным вопросам такие если у тебя ну наверное во первых у тебя сильное отношение с богом я на это рассчитываю если у тебя неразрешенный вопрос который ты не понимаешь с библейской точки зрения ну вот сейчас вот у меня был один такой вопрос я всем его задавала это когда павел и говорит такое место писания то что угодится плоти за дух и он говорит что что хочу то не делаю что не хочу то делаю но впрочем все преодолеваю а благодатью иисуса христа я не понимала я до сих пор что я не понимаю я очень многих построить вопрос задавала к смысле как бы вот я хорошо что я понимаю но себя стать борьба плоти и духа но как и победить как бы как как и победить просто как друзья это не гаража на его победить вот эту вот борьбу пишите в нам ваши ответы может вы знаете сможете объяснить мне эстер как как победить а сейчас у нас рубрика притчи или пацанский цитатник с эстерзуевы и так брат за брата за основу взят как-то определила лучше быть никем но иметь слугу чем притворяться знатным нуждаюсь в хлебе притчи она отличный способ проверить человека довериться им это эрнест хемингуэй не важно как медленно ты подвигаешься главное что ты не останавливайся цитатник все так если никто не открывает сучи сразу несколько дверей это не кучить мудрый сын радость своего отца а глупый сын горе своей мать 3 так смотрите она пока что побеждает мудрые люди обдумывают свои мысли глупые провозглашает их ну это цитатник ладно с вами была эстер все правильно тебе известно твое призвание наверно пока что в полной мере нет есть некие такие догадки некие такие мысли но чтобы прямо точно знала и однако раз к этому виду и ищу себя а как как вот зрителям которые нас смотрят понять где их призвание смотрите сейчас да я нахожусь в таком состоянии как и вы зрители да это когда ты ищешь себя поэтому допустим мы обычно слушаем людей которые уже что-то достигли что-то поняли и они учат но сейчас как так как мы с вами идем в этом пути то я думаю самое главное это смотреть и как я сейчас смотрю и ищу потому вот допустим я был такой момент и я как-то на чё представлять я представляла себя в различных профессиях и только как если буду чувствовать ты пусть я представляла себя не знаю там мой актрисы и поняла что какое-то чувство одно нет ну не мое допустим в бизнесе muốn нравится представлял а буду одеваться как будет и весе дела мне это как-то потому вот я начал чувствовать что мои чувства как соответствует как то я как ты прям как будто аж это я не знаю ты прям видишь себя и ты пытаешься в этой роли как-то понять какие-то свои чувства да или нет и поэтому вот я сейчас иду по такому принцем то есть ребята на заметочку если вы не знаете как определить ваше призывание лайфхак от эстер вы должны просто представить себя в этой профессии как вы будете себя чувствовать при этом одеваться как его себе как вы ходить это мелочей это и будет определять ваше призвание ну в том числе если вам это нравится правильно какой главный принцип тебе передали твои родители вопрос от сергей да главный принцип это всегда смотреть библию и всегда понимать что бог он тебя никогда не оставит что бог он всегда с тобою и чтобы окон твой папа вот несмотря ни на что потому что но для меня лично в жизни я понимаю что бабки метка ты кажется что это пошел думаешь а что если сделал неправильно что что со мной будет но мои родители они дали мне такой прям стержень внутри пони того что как говорится переписал 14 что тот кто начал вас доброе дело дойдет его до конца и на господь и я верю что несмотря ни на что так как бог у меня любит так как я его доченька он даже если буду не туда как как быть причем словно 2 и если я пойду долины смертной тени не убоюсь ла там написано если тебя бог ведет дарил смертной тени или там друзья если я пойду пойду что мы все склонны ошибаться мы все склонны идти не тем путем но даже если я пою долины смертной тени я не боюсь ла потому что бог со мною этот совет запомнился давай еще один коронный последний вопрос который наверное всем интересен какой самый не христианский поступок который ты запомнила который ты хочешь может исповедаться сейчас вообще кстати этот про способа был совершен не с не мирскими людьми а с верующим человеком мы в общем подругой имен называть или запеки мы с моей подругой играли как слабо не слабо это женщина вот она тоже дочка пастор как и я так вот мы снигая с собой слабо и попалась такая тема что сходить магазин и что-то оттуда своровать на слабо как бы слабо не слабо это было конечно очень эпичное время ну это конечно то вообще когда то есть вы украли да да и гону украли потом нас спалили это было проще всего приключения мы все рассказали нашим родителям они были конечно в шоке от нее нас такого общения ожидали таки как вы музыки просто но мы играли это просто была игра но в общем это не игра ну хорошо ладно эстер спасибо тебе большое ну какой главный совет ты все-таки хочешь передать нашим зрителям кто бы нас сейчас не смотрел самое главное вот зреть в корень прям вот если тебе нужно дать один совет на всю жизнь вот я думаю я уже его назвала это всегда помнить что как то бы вы приняли господа иисуса христа он всегда с вами поэтому несмотря ни на что чтобы вы не делали если вы отошли на право или налево если вы чувствуете что вы забурились помните что вы всегда можете обратиться к богу что делал царь давид он тоже принимал неправильные поступки но он всегда его фишка во в том что он всегда бежал к богу за прощением обычно мы когда грешим мы хотим как это как адам отдалиться от бога типа ладно мы сейчас пока погрешим не хотим пока бога вот вовлекать и мы отдаляемся и это самая большая ошибка отдаляться от бога потому что бог он наш папа ему важно чтобы мы как с чистыми сверцами приходили к нему и он ста поймет и освободит нас от всего что было неправильно поэтому всегда держитесь за бога ну с нами было как всегда стерзу его первый раз и надеюсь не последний и никита никитин ваш прекрасный великолепный ведущий ждите следующих выпусков смотрите на сайте смотрите инстаграм вконтакте и другие социальные сети мы будем вас ждать пока